Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвящен моему аккаунтику с хоря шафтом. Кто знает, тот красавчик, кто не знает, тот сегодня увидит, возможно, впервые данный замечательный аккаунт. У меня пока что небольшой, наверное, кризис по каким-то определенным идеям, и я решил, а почему бы не зайти мне на старых мультов, на которых я давным-давно уже не заходил, скатать, возможно, кому-то даже показать аккаунты, посмотреть, что у нас вообще происходит на этих званиях сейчас в игре, какая там активность, на каких вооружениях ребята играют, ну и, конечно же, понаваливать. Все-таки это хорна-то шафт, это сочетание, которого у меня нету нигде. Я имею в виду именно пушки шафта в полной прокачке, поэтому есть определенная уникальность данного аккаунта. Сегодня скатаем два боячка, сыграем, я думаю, что, как всегда, по дефолтику в контроле точек, в захвате флага. Посмотрим, на что способен на данный период времени хорна-то шафт. По резистам у меня до сих пор здесь ничего нету. Я последний раз играл на этом аккаунте, может быть, месяца 3-4 назад, да, когда записывал предыдущий видос по этому акку, ну а так аккаунт лежит, отдыхает, да, я особо сейчас на мультов вообще не захожу, не чекаю даже, но вот так вот бывают моменты, когда приходит момент, когда надо записать видос, когда надо осветить данный аккаунт, и, возможно, он вам покажется чем-то интересным, вы поддержите видос лайком, ну а я, в свою очередь, выкачу данный аккаунт в дальнейшем еще раз, а может и не раз, а может еще и много раз, да, все зависит от активности под такими видосами, все-таки на основе, я записываю довольно часто видеоролики, вам там все это заходит, нравится, а вот что касаемо мультов, то в последнее время для меня как-то эти аккаунты стали неактуальными, я не знаю, у меня нет особо желания заходить на них, чекать, смотреть, играть на них, но все равно, как по мне, есть определенная уникальность, просто на эту уникальность, наверное, у меня в последнее время не имеется столь большого количества времени, но вот тот же самый Hornet and Shaft, это одно из тех самых вооружений, на которых мне иногда хочется поиграть, в связи с тем, что у меня нет его на основном аккаунте, то я вот так вот могу просто зайти на этого мульта и спокойнейшим образом на нем понаваливать, поиграть, да и заодно и посмотреть, что происходит у нас на этих мальках, посмотреть, что у нас происходит в игре на всяких генералах, да, хотя по сути бригадира должно кидать, наверное, все-таки примерно со своими званиями, не с легендами, но не в этом суть, у меня все-таки аккаунт здесь довольно неплохо качан, поэтому даже на таком бригадирчике я вполне могу себе конкурировать с теми же легендами, и заодно и посмотрим, насколько жестко вообще может наваливать данный Hornet and Shaft. Пока, к слову, по очкам вроде даже неплохо, катку мы тоже довольно легко выигрываем, что касаемо устройства, то по устройству у меня здесь тройной Shaft, ничего в принципе не поменялось за то время, пока я не играл на аккаунте, без исключения того, что данное устройство все-таки занерфили, оно не является теперь столь имбовым, но в упоре оно все так же наносит довольно большое количество урона, поэтому если вот на такой ближней дистанции вы будете накидывать урон по противнику, то при любом раскладе вы будете все равно наносить довольно значимый большой урон, и ваша пушка будет оккупаться, и вы будете разваливать кабины всем противникам, но если не всем, то почти всем. Ладно, давайте стараться все-таки забирать здесь первое место, если уж я с бригадира на некачанных резистах буду забирать первые места и нагибать легенд, то это будет, конечно, очень-очень-очень достойно. Первая катка, я так понимаю, сейчас уже закончится совсем скоро досрочно, ну а я попытаюсь, попытаюсь, попытаюсь еще пару-тройку танчиков слить, я, к слову, до сих пор не реализовал овердрайв, то можно будет его, наверное, сейчас реализовать, если я доеду до вражеских алиспов, и там уже в дальнейшем смогу хоть пару-тройку танчиков слить. Одного не слил. Так, сейчас, может быть, вот этого солью, да, одного сливаем. Так, ну, тут досрочка, да, поэтому еще пару киллов и сюда, будет неплохо. То есть меня минус, конечно, не кинет, но, к слову, здесь на корпус устройств нет никаких. Все-таки все устройства можно было раньше выбить в челленджах, а челленджи я не проходил. Ну, неплохо, три звездочки, это шесть с премочкой, второе место для такой катки, где есть легенды, я думаю, что это очень неплохой результат. Теперь можно скатать каточку в захвате флага, посмотреть, что у нас будет там. Пока мне все очень даже нравится, но все-таки хотелось бы, чтобы меня закинуло к бригадирам, то есть ближе к своим званиям, и там уже можно было бы посмотреть вообще, что происходит на этих звонках, на каких вооружениях ребята играют. Потому что мне кажется, что сейчас там очень все провально, там максимум М2 вооружения, то есть если это по старому, смотрите, есть по-новому, там, наверное, МК-5 какие-нибудь, МК-6. О, ну вот, меня закидывает, все-таки закидывает к старшим лейтам, полковники, а вот, и сразу, сразу же появляются генерал-лейтенанты. Ну, как-то очень-очень медленно подпикивает игроков, пока их подпикивает, я уже думаю, что быстренько можно флажочек увести. Если противник сейчас будет давать неплохое сопротивление, то я думаю, что в этой катке можно будет поиграть полноценно все 7 минут и посмотреть вообще, сколько я смогу набить очков. Мне даже самому интересно, на что сейчас способен данный хор Наташа в рамках своих званий. Вот я вижу, что там Хантер Рикошет появляется, М3, да, я так понимаю? М3, Хантер Рикошет. Тут Хантер на М2 играет. Ну, и сейчас посмотрим, посмотрим, что тут будет вообще по нагибчику. Будут ли тут какие-то жесткие нагибаторы, не будет тут их. Мне очень, честно, интересно вообще, есть ли тут вообще какие-то жесткие типы на таких звонках или нету их. Оп, ап, хорошо. Сливаю. Ну, и можно, по идее, уже овер заюзать. Жалко, что не ваншотят таких вот хоречков. Если бы ваншотила, было бы вообще прелестно, прекрасно. Но так, по два выстрела надо выдавать. Два выстрела все равно для шафта это мало. Легко, это быстро. Уже 200 очков почти у меня имеется. А, я думаю, это противники там флаг увезли. Флаг наши тиммейты похоронили. Я так понял. Размен там какой-то. Получается, за полтора минуты 200 очков я наформил. Это довольно-таки неплохой результат для захвата флага. У нас-то еще и могут даже там доставить флажочек. Ладно, попробуем свестись. Мне как-то в спину стреляет. В бочиночку, да, еще и овердрайв прожимает. Я понял. Я уйду на респ. Но, хорошо, что я противника хоть слил. Получилось унести его на респ. А, тут еще и флаг-то тут. Как мне вообще фартануло, если честно? Нормально. Плюс флажочек. Халявный. У меня сразу же язитка схавала. Так, 310 за 2 минуты. Если я постараюсь здесь набить тыщеночку. Тыщеночку. Я не знаю, реально ее набить вообще. Нереально. Но если я ее набью, это будет очень круто. Это будет очень достойно. Так, на таком расстоянии уже, правда, я не наношу столь большого количества урона. Но вот на таком максималочка пройдет. Главное сближаться как можно ближе с противником. И накидывать максималочку. С максималочкой, конечно, данный хоря шафт, это просто имбища жесткая. 400 очков за 3 минуты. В теории я могу еще успеть. Наверное. Или нет. Да, не вижу противника. Оп, увидел. Так, 6000. Нифига себе, заусил 6000 даю. Это при том раскладе то, что я на защитничке играю. Это очень достойный результат. Это очень достойный результат. Так, 4, 4, 4 минутки. 400 очков. Так, у нас хважочек уходит по центре. Быструю сводочку. Что я маловато дал, если честно. Я думал, что там побольше вылетит. Я даже овердрайб не стал прожимать. Думал, что там вылетит достойно. Там что-то вылетело копейки какие-то. Наш бомбочку ставит. Тиммейтик. Так, куда там хваг уводит? Ладно, сводочку дал. Ой, не попал. А, не попал. Я уж думал, не попал. Что-то мне так показалось, что ниже ушел прицел. А не по противнику. Так, давайте его тоже сольем. Давайте и его, может быть. Нет, не сольем. 500. 3 минуты 500. Блин, ну плохо. Не успеваю я на 1000, конечно. Здесь загнуться. Может, конечно, это что-то большое. Что-то безумное пище. Так, что-то я противника пропускаю. Ну, тут никого нету. Ладно, надо ехать. Хватит стоять в прицеле. Надо ехать в упор уничтожать. Так, ладно. На кулдаун меня посадили. Посадили на кулдаун. Оп, оп. Два выстрела. Перезарядка у шафта вообще отличная. Сливать легко любого противника. Поэтому в этом плане. Хоре шафт очень крут на таких званиях. Да. Многие считают, что такие акки вообще жестко донатские считаются. Но все-таки у меня этот аккаунт уже лежит довольно длительное количество времени. Поэтому сейчас для многих эти аккаунты считаются супер жестко донатскими. Никто же не знает, как они прокачивались раньше. И то, что я мог это все сделать спокойнейшим образом. Без никаких вложений. Так, ну опять никто не хочет выезжать. Зачем я опять в прицел пошел? Надо было просто ехать вперед. 4.0 видео. Минута 30 до конца. По очкам. 650. Маловато, если честно. Маловато. Я думал, что у меня получится здесь больше набить. Но если, конечно, открыть тап и посмотреть, сколько у моих тиммейтов, то это, конечно, я даже немножко зажрался. Это большой результат. Но, как вы знаете, я все-таки... Я все-таки хочу лучших результатов. Большего количества очков. Чтобы и вам показать, да, на что вообще способны такие аккаунты в матчмейкинге. Понятное дело, что многие там играют, говорят, что это... Ох, какая имба там все дела. Но я-то понимаю, что просто у большинства игроков просто нету такого вооружения на таких званиях. И понятное дело, что когда я буду заходить, я буду просто уничтожать все и вся. Наверное, вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Еще одну катку я пикать не буду. Ну, две отличные катки получились. Вторая так вообще унесенная, можно так сказать, случилась у нас. У меня тут есть даже три контейнера. Давайте откроем. Не знаю, может, что-нибудь упадет. Интересно, я не знаю вообще, откуда эти контейнеры. Где-то что-то сохранилось. Я сейчас уже здесь с HTML не захожу. То есть, я не выполняю тут заданки. Мне как бы это не особо интересно там на эти акки заходить. Довольно все долго, муторно. Я уже этим не занимаюсь. Поэтому, друзья, если вам интересен данный аккаунт, если вы хотите его видеть еще в ближайшее время, то поддержите данный видос лайком. Давайте на нем наберем 150 лукусов. Если 150 лайков набирается, то новый видос с этим аккаунтом выходит. Если же лайков нету, если активности у нас под видеороликом нету, то я думаю, что пусть этот аккаунт еще полежит там месяца 2-3. Но иногда просто хочется зайти на такие акки. Хочется, возможно, новой аудитории, которая недавно подписалась, показать. Потому что они не видели, не знают об этом аккаунте ничего. Ну а для тех, кто знает, просто чтобы они увидели еще раз. Это так. Еще раз посмотрели на то, что происходит у нас на таких званиях. Что показывает такие вооружения. Что можно вообще творить на бригадирах. Это, конечно, очень и очень жестко. Вот такой вот этот ролик получился, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.